Заключенные из правительной колонии в городе Каменск-Уральский придумали, как зарабатывать за решеткой по миллиону в год. Легально. Золотая жила оказалась прямо под ногами. Осужденные выкапывают, сортируют и продают червей. Равиль Мукменов поинтересовался, кто берет. Вот у нас, вот здесь они живут, закрытые одеялом. На таких питомцах за решеткой еще никто не делал деньги. В колонии строгого режима Каменск-Уральского разводят червей. Стоит только копнуть, и вот они родные. Оказывается, обычный земляной червь – это золотая жила. Вот этих червей они перерабатывают эту землю, а земля потом идет на рассаду. Доход приносят и сами черви, их продают любителям рыбалки, и переработанная земля, так называемый биогумус, питательный материал. Его раскупают садоводы и огородники. Питомцы неприхотливы. Тервий вот питается кролищем пометом. Вот он, как вот так вот сыпается сверху, и сверху заливается водой. Воду вот на этот вот контейнер должно быть 3 литра воды. На должность смотрящего за червями многие претендовали, но выбрали человека из деревни, который не боится грязной работы и любит животных. Иван Бицких мерит червей не в штуках, подсчитать их невозможно, а килограммами – 5 кило в одном контейнере. Через два месяца их будет в два раза больше. О своих скользких друзьях он говорит как зоолог. Средний червяк он, ну, сантиметр полтора-два, средний. А большой уже сантиметра три-четыре. А началось все с предложения одного предпринимателя. Пришел, представил бизнес-план, в колонии согласились. Это не так просто. Это кажется, что червяк он растет сам по себе. Это не так просто. Если промышленные объемы, то есть свои технологии, есть свои какие-то нюансы. На будущий год у нас не заключен договор, что в течение лета будущего года он купит у нас 750 килограмм этого червя и 25 тонн биогумуса. Ожидаемая доходная часть – это миллион рублей. В колонии уже ощутили плюсы от появления червей. Помидоры начали давать грандиозный урожай. Росло у нас тоже так-то. Росло. Ну, конечно, сейчас их удобряем, получше растет. Помимо мини-фермы по разведению червей в исправительной колонии есть мебельные и швейные цеха, автомастерская. Основную прибыль получают именно от них. Но если живой скользкий товар начнет приносить хороший доход, ферму колония расширит. Равин Ухминов, Марат Зайдулин, 5 канал.